Клубный матч ТПСЦ, первый уровень в тире в копле. Большое количество позиций на одну мишень. Между ними нужно было каким-то образом быстро бегать, крутиться, ввинчиваться. Некоторое количество портов заставляло садиться довольно низко. Нужно было также потом оттуда выходить. Не было большого разнообразия геймпланов, но тем не менее какие-то вариации конечно присутствовали. Справа налево, слева направо, так уж точно. Большое значение имел быстрый второй выстрел, то есть общий темп стрельбы конечно позволял экономить какое-то время хотя бы даже на сплитах. Меньше нужно было бы останавливать тело в крайних точках, если бы было побольше места, то есть вы наклонились в чемодан, бункнули туда двойку и убежали. Но поскольку, как я уже сказал, заковыриваться-выковыриваться приходилось, в общем-то все равно там большой экономии не было. По стволу стрелять да-да-да, работа ног да-да-да. Общая концентрация еще здесь очень важна была, потому что чуть-чуть поплыл и нестрелковые ошибки начинаются сыпаться на тебя прямо как из рога изобилия. Ты ничего не можешь с этим сделать. Поэтому этот матч он скорее был не про стрельбу даже, а про умение концентрироваться, умение выдавливать из себя негативные эмоции, выжимать из себя результат. В общем-то можно такое наверное сказать и про любой другой матч, но я говорю сейчас про те акценты, которые я лично для себя вижу после прохождения матча, чтобы понять, что мне нужно в себе культивировать, от чего мне нужно избавляться. Ну и давайте посмотрим, что я здесь продемонстрировал на этом матче. Стартуем мы с наклоном тела влево и вес у нас будет на левой ноге, правую немножко отставляю в направлении, куда я пойду двигаться. Немножко, видите, носок правой ноги разворачивается в сторону, куда я пойду. Локоть и пистолет сейчас мне помогают эффективнее растолкаться. Завершил формирование хвата наводку, здесь я прицеливаюсь, долго прицеливаюсь, по крайней мере на замедленном воспроизведении так выглядит, потому что здесь мини-мишени везде, я хочу попадать в альфу и не хочу просто так по ним фигачить. Здесь я опять делаю то же самое и сразу вхожу в позицию, одновременно сажусь и одновременно навожусь, но здесь, видите, спина чуть качнулась назад, потому что я не вижу верхних мишеней через этот порт в той позиции, куда я пришел. Небольшая неточность. И вот после того, как я обстрелял эти две мишени, я делаю поворот направо и перенос в последнюю мишень и меня немножко даже выносит. Я, видите, встаю правее, чем финальная стрелковая позиция. В этом нет ничего страшного, главное не начать двигаться в правую сторону раньше, чем я закончу стрелять. Иначе мои выстрелы просто придется либо затягивать, чтобы корректировать точку попадания, либо они просто будут уходить правее. Субтитры сделал DimaTorzok Это все. Субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Ну и что Субтитры сделал DimaTorzok Как AngelaCov пусть потому На старте второго упражнения нужно было стоять с руками на стене на отметках И старт был со второго положения Я хотел встать таким образом, чтобы мне было удобно со стартовой позиции После того, как я обстреляю, конечно, первую мишень Убегать и выходить на следующую Но я сделал такой разворот Там правее встать, вроде как чемодан закроется Но тем не менее я не угадал И у меня, видите, не только тело в проход не помесилось Я еще и в октябре умудрился в баррикаду Только, кстати говоря, вот сейчас, просматривая еще раз Я обнаружил, что пытался разнести все, что было построено Здесь мне приходится очень сильно отставлять правую ногу вперед Чтобы не кувыркнуться И достать таки этот чемодан с мини-мишенью А потом движение рвется на две половины Сначала я пытаюсь встать вертикально, но чтобы мне было хорошо и приятно Потом мне нужно опять, буквально через полтора шага Входить в наклон назад и вправо Отсюда обтекать эту загородку Тело уже вперед, бросаю, чтобы двинуться Но приходится делать эти измененные движения Чтобы просто каким-то образом хоть как-то перемещаться А не просто стоять и ждать, пока тело соизволит выйти из положения равновесия Видите, у меня там вельта по правому краю на два часа Просто потому, что немножко недотерпел И нормально не стабилизировался после выхода из правого чемодана Вот этого загородочного Здесь практически, ну хоть и был формально вариант стрелять пару мишеней В каком-то полудвижении Но поскольку все эти мишени закрываются стеночками почти сразу Ну там полушага этого движения Поэтому по сути все можно считать, что было в статике В этот нижний средний порт зайти мне точно не удалось Мне пришлось сесть, убедиться в том, что я промазал по позиции ногами по земле Еще раз переместить корпус вправо При этом наклонившись чуть-чуть, опять же, вися на правой ноге Обстрелять Чтобы быстрее выйти, мне пришлось разбить хват То есть, понимаете, каждая ошибка, которая была где-то в начале Где-то потеря концентрации И все пошло-поехало Этот ком, он начинает расти Ошибки влекут за собой другие ошибки И несмотря на то, что, ну, по видео, ну что там Идет стрелок и стреляет Стрельба практически непрерывная Какие-то между мишенями паузы Они минимальные Вроде бы все неплохо А на самом деле в этот момент голова думает Господи, что я творю? Вот видите, левая нога встала Попала на палку Я чуть не упал назад из-за этого Потому что нужно заковыряться в этот левый угол Там стоит еще наклонная эта фанерка Правая нога у меня уперлась в штрафную линию практически И из этого неудобного положения Опять же, нужно достреливать последнюю мишень Я разочарован Я раздосадован Ну, не то чтобы сильно Ну, недоволен Потому что не получается Слишком большие требования к тому Как нужно было здесь двигаться Мне двигаться здесь неудобно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому На этом упражнении большое количество одиночных мишеней в каждой позиции, то есть по одной мишени всего Здесь, видите, по стартовым сигналам максимально форсирую первый выстрел А дальше все мое внимание, как безопасно переместиться назад себе за спину Да еще и с оббеганием неудобного угла И руки прямо туда вынужден очень сильно утрамбовывать, чтобы туда попадать Пистолет я вижу очень плохо, мне приходится сильно наклоняться вправо Отсюда толчок в левую сторону очень тяжелый, чтобы быстро разогнаться требуется много работать верхней частью тела Здесь вообще смотрите, к какой позиции приходится стрелять, наклоняться назад и отсюда уходить очень тяжело вперед Поэтому я одновременно поясницу, задницу всю вперед толкаю, пистолет пытаюсь выбросить вперед Здесь я стараюсь не наклоняться никуда по максимуму, сохраняя вертикальное положение, чтобы экономить время на вот этих вот заковыриваниях и расковыриваниях Забегая вперед, скажу, что я доволен тем, как я справлялся с подобными задачами от матч-дизайнера, потому что это непросто Понятно, что у всех людей разные по длине руки-ноги и габариты, и физподготовка Но вот это вот требует какой-то вовкисти такой нечеловеческой выковыривания-заковыривания Смотрите, здесь даже в нижнем, среднем точнее, порту мне приходится к левой стене прижиматься И чтобы оттуда выбраться, мне пришлось наклонить чуть-чуть корпус вперед, из-за чего я чуть-чуть завалился И вот здесь я не дошел почти полшага, я раньше времени остановился, стреляю, вися практически на правой ноге Из-за того, что я здесь не дошел, я и здесь не дошел чуть-чуть Я через порт две мишени на заднем пулеловителе вижу, а вот чемодан слева по диагонали, который я буду сейчас вот стрелять Мне пришлось подрабатывать телом, чтобы его хорошо увидеть, и второй выстрел пошел мимо Я уже знаю, что в этом чемодане плохой выстрел, я еще точно не знаю, насколько, но, по-моему, я промазал Поэтому здесь я стреляю уже с мыслью в голове, что мне придется возвращаться Я достаю последнюю мишень и пошел исправлять ошибку Навелся, увидел, что все плохо, щелчок, курок сошел, а выстрела нет И я начинаю смену, но я не могу смениться, у меня рука не помещается в таком сидячем положении, я слишком длинный Соответственно, я вынужден привстать, зарядиться, досваться, сесть, заново сделать наводку формированием хвата И после того, как я прицелился, дострелить туда свою несчастную альфу Но в целом, я все равно доволен этим упражнением, хотя, конечно же, это стоило мне матча, как говорится Но ничего страшного, бывает Любопытное упражнение Вы не увидите мишенную обстановку вдали, потому что там просто было очень сложно это снять Здесь мне приходится стрелять 4 картона, вы это все прекрасно увидите А вот вдаль нужно стрелять один мини-поппер и маятник, движку такую, которая над ним болтается И альфа у этого маятника чуть выше мини-поппера головы Соответственно, через окно еще это все приходится видеть А значит, мне либо ложиться вперед, бежать вот туда на резиночки, на эти черные Либо садиться, как я сел Сажусь я на колено и кладу корпус таким образом, чтобы в принципе у меня получился Ну не прямой угол, где-то перелом в пояснице Но что-то типа того, видите, я как будто лежу на правом боку Обычно в таких ситуациях я еще стараюсь вот еще глубже туда вот залечь Чтобы пистолет практически лежал параллельно земле Так мне удобнее, чем корячиться Ну, знаете, некоторые спортсмены могут ноги вперед выставить и глубоко так У меня не получается, у меня такой растяжки просто не хватает, гимнастической подготовки Тем не менее, вот в такого положения попадать вполне себе Обычно из пяти выстрелов по движке я попал четыре Все они пришли в район Чарли на пять часов Я где-то опережал, видимо, этот маятник или наоборот от него отставал Сложно сказать Второй раз, если я эту мишень встречу, я, наверное, уже буду стрелять немножко иначе Ну, в общем, такое интересное сложное положение, скажем так На следующий день в клубе 9ММ проходила двойка на семь упражнений Я бы сказал, что отличительной особенностью этого матча Вот в данном конкретном случае, как он был построен Это наличие большого количества непрозрачных стенок И ты, когда подбегаешь к мишени, которая за стенкой находится Обычно, если ты уже можешь вцепиться в нее глазами, тебе гораздо проще входить в позицию То есть тело автоматически корректирует положение ног, рук и так далее А когда ты мишень не видишь до самого-самого-самого последнего момента Ты вынужден опираться на память визуальную И если ты на ознакомлении с упражнением не уделил этому достаточного внимания То у тебя, соответственно, возможны ошибки в позиционировании тела Ну и, соответственно, человек прибегает на позицию, начинает раскачиваться вправо-влево туда-сюда Это занимает большое количество времени То есть умение правильно войти в позицию просто по памяти Здесь тренировалось в первую очередь, на мой личный взгляд По крайней мере, на моем уровне подготовки Я бы сказал, что это был первый навык Ну, второй навык – это точная стрельба Потому что здесь было большое количество тарелок, которые нужно было стрелять Либо с большой дистанции, либо дистанция была небольшая Но при этом их можно и нужно было уже поражать в движении Для этого требовалось ровная мушка, плавный спуск База Fundamentals На коротких скоростных упражнениях, которые нужно выигрывать особенно Ты должен делать очень быстро первый выстрел Здесь я где-то около секунды не замерял Ну, то есть можно, конечно, по аудиопотоку посмотреть В целом получается около секунды первый выстрел с поворотом тела Прямо я вхожу в мишень, видите, наклон корпуса Спина уже готова Все мышцы напряжены ровно настолько, насколько нужно Здесь я немножечко не угадал с переносом Поэтому пришлось доруливать в тарелку за баррикадой Очень много времени на этом потерял И темп стрельбы, обратите внимание, в бутерброд в этот В открытую нижнюю мишень стреляешь быстро А в мишень, которая находится на одного шутера Ну, чуть-чуть медленнее Если у вас одинаково все четыре выстрела По времени, по звуку, по темпу Значит, вы либо слишком медленно обрабатываете Открытую мишень, либо торопитесь в верхнюю мишень Чаще первая На этом упражнении левые две мишени после старта Здесь единственная тонкость Нельзя быстро бежать вперед Потому что вторая мишень поражается на грани разбива угла безопасности Такой классический DQ-трап Я понимаю, что, наверное, сильно пристально его судить не будут Потому что здесь очень сложно понять эти градусы, вымереть Но, тем не менее Вот эта мишень, я стреляю ее на подбежке Немножко затянул с прицеливанием Обратите внимание, левая нога встала практически к штрафной линии Из-за чего мне очень неудобно правой ногой пришлось обходить ее И стрельнув вторую тарелку Я внезапно по инерции, поворачивая тело Стреляю сначала левый чемодан А только потом встаю на правый И мне очень неудобна эта связка Потому что я планировал делать ровно наоборот Нужно было сделать шаг назад Выйти из-за стеночки И переместиться на последнюю позицию Из-за того, что я Немножко напутал там И загнал себя в сложную ситуацию Я еще автоматически сделал Зачем-то мне нужно Совершенно здесь смену магазина Ну, концентрация не к черту Давай! Очень интересное упражнение На старте нужно поразить чемодан прямо под ногами А дальше там тарелка метрах на сколько? Ну, 15, наверное, 18, что-то такое По памяти Может я, конечно, ошибаюсь Тарелку я стреляю в движении Я бы сказал, что это, наверное, не самый оптимальный вариант То есть для того, чтобы ее поразить Можно было просто стоять на месте Но почему я стреляю в движении И усложняю тем самым себе жизнь Да просто потому, что Разбегаться с места Мне всегда сложнее, чем разбегаться с минимальной скоростью В прошлом ролике я назвал это стартом с колес Поэтому я уже, когда чуть-чуть иду вперед У меня тело уже чуть-чуть наклонено И я могу более агрессивно двигаться куда-то дальше Здесь Я немножечко потерял позицию в пространстве Ну, не учел, что после поворота У меня на моем пути возникнет баррикада И ее в нее со всего размаха Ну, какая-то уже недобрая традиция Не помещаюсь я в эти узкие проходы Я уже улыбаюсь Зачем-то начинаю опять делать смену То есть я пока улыбался Видимо подумал, что ну вот это я дал маху Быстрая довольно-таки смена Если смотреть особенно в реальном режиме времени Ну и довольно удачно встал То есть все три мишени стреляются практически с одной позиции Мне не пришлось вправо-влево каких-то подшагов делать Хотя буквально там на четверть стопы Если ошибешься с выбором позиции Как я уже говорил Из-за черных стенок непрозрачных Могут возникнуть проблемы Субтитры сделал DimaTorzok На упражнениях, где первая мишень такая же, как и все остальные Очень важно на первом выстреле и на втором Собраться и максимально четко отработать Чтобы дальнейшее упражнение было просто задано Тем, как ты обстрелял первую мишень Это когда вы начинаете с дальнего попера Вам нужно там немножко притормозиться А потом резко включиться А здесь все как бы примерно такое же, как и начало Ба-бам-ба-бам-ба-бам Вот на вот этом правом чемодане Я постарался на правую ногу Чуть-чуть зависаем на ней Но не останавливаем тело полностью Убрал к себе пистолет, чтобы не удариться А загородку и пошел То есть я ее стрелял как бы на небольшом Ну не качке, а на полушаге что ли А при этом старался тело максимально ровно держать Не выводя его вправо-влево Куда-то в какие-то непонятные Вот здесь все равно приходится, видите, доставать этот чемодан И из-за того, что ты находишься в каком-то наклоне Все эти разгоны, все эти торможения Естественно уже становятся более сложными для тела На обычной скорости, когда этот ролик смотришь Да и сам когда бежишь Ты об этом вообще не задумываешься Эта культура движения, она сформирована твоими предыдущими там 30-40-50 годами Как ты за автобусом бегал, условно говоря Так и будешь бегать здесь между позициями Но какие-то определенные элементы очень важны Если ты будешь на них концентрироваться в тренировочном процессе То тебе будет это помогать потом четче работать Чем выше четкость, тем меньше ошибок Чем меньше ошибок, меньше риска, меньше отданных очков Вот здесь я стреляю слева направо То есть левый чемодан, два металла, правый чемодан И уже поворачиваю тело в направлении движения на следующую стрелковую позицию Сюда я вхожу Эти мишени можно было стрелять прямо с конца упражнения Но я решил все-таки, что лишние 2-3 метра Мне уменьшит вероятность ошибки Меньше вероятность черлей Меньше вероятность попадания не туда, куда надо Единственное, что в открытую мишень нужно было бы стрелять в движении А верхнюю часть, в нее прийти Которая над на уши Я сделал наоборот Это, в общем, тоже ошибка концентрации И обратите внимание, что на последнюю позицию Чуть-чуть дальше прошел, чем чемодан Чтобы, опять же, не разбить угол безопасности Старт с третьего положения полностью разряжен Нужно сразу убегать Поэтому одновременно после стартового сигнала Начинаем извлечение пистолета из кобуры И одновременно левая рука Одновременно обе руки, обратите внимание, работают Берет магазин А уже вставлять я его буду на замедлении немножко То есть мне нужно максимально стабильно держать верхнюю часть корпуса Чтобы никаких сотрясений лишних не было Чтобы попасть магазином в окно с первого раза четко, аккуратно Поэтому мне пришлось это делать только, когда я уже обошел угол в движении вперед Вот эта мишень, левая, должна быть связующей между правой частью И вот этой мишенью, которую я обстреливаю сейчас Но я ее обстреливаю чуть-чуть раньше времени Хотя, ну да, миллисекунды, десятые доли секунды Этот картон я обстреливаю в движении назад Ради чего мы, собственно говоря, и тренируем этот элемент в холостую И стабилизировавшись полностью, дальняя тарелка и быстрый перенос дыдын Ну настолько, насколько я могу делать дыдын И закончил И безопасно развернул пистолет в направлении вала Длинного упражнения, к сожалению, нет на записи Потому что, ну, очень сложно, когда стрелок бегает по всей площади Где-то встать и с одной точки сквозь непрозрачные стеночки Снять нормально по-человечески Поэтому вот это вот завершающее упражнение Седьмое было на этом матче И тут я, конечно, дал маху На старте я сделал небольшой шаг Для того, чтобы стрелять уже на начале движения И последний выстрел мне совсем не понравился Я еще глазами остался в мишени и задумался И вот здесь, я думаю, что-то там не то было Ай-яй-яй, что же делать? Ну-ка, я сейчас наклонюсь Не вижу, ничего не вижу А как назад? Назад чуть-чуть отойти О, вижу О, надо дострелить А, вон же оно На границе на ушу-то и мишени Просто там почти затянулась дырочка от попадания Ну, в общем, три, по-моему, секунды, что ли, или четыре Как с куста пока туда-сюда метался Вот Ну, тем не менее, ладно Надо же дорабатывать до конца Поэтому стреляю, продолжаю Убираю палец из скобы при перемещении Обтекаю стеночку Причем лучше это сделал, чем в начале матча Там я как-то корявенько все это делал Спокойно пришел и дострелил Важно, когда у вас происходит какой-то косяк Не пытаться нагнать уже ушедший поезд Он уже ушел Доработайте до конца Доделайте свою работу Чтобы потом сказать Да, я ошибся Но все, что от меня зависело Я все-таки сделал Выполнил свою задачу А на сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Задавайте мне вопросы в комментариях Обязательно отвечу Тренируйтесь, будьте безопасны Субтитры подогнал «Симон»